Приветствую вас! Покупать серьезное оборудование из Китая это, мягко говоря, плохая затея, потому что обмануть нашего брата у них ведь это за доблесть почитается. С другой стороны, что-то расходное, что-то повседневное вполне можно найти и приличного качества и интересное. Вот интересное, пожалуй, здесь самое главное слово. Об одном интересном проекте с Алиэкспресс я вам сейчас и расскажу. Алиэкспресс я вам сейчас и расскажу. Проверки того, что отремонтировал или того, что делаешь для своих проектов. Огромнейшая потребность существует в неких тестерах АКБ или, скорее, даже просто в управляемых электронных нагрузках. И существует один очень прикольный проект, доступный на Алиэкспресс. Таким вот образом выглядит карточка товара. Ссылку я потом оставлю в описании к этому видеоролику, если кому-то захочется. Можно посмотреть. Достаточно интересная штука. Достаточно продуманный такой проект. Он не просто сделан. Это не какая-то безидейная компиляция из набора микросхем. Печатная плата с экранчиком, микроконтроллером, USB адаптером позволяет мерить по четырехпроводной схеме. То есть отдельные мы провода делаем для того, чтобы пропускать большой ток. И два провода отдельно мы пускаем для того, чтобы измерять напряжение непосредственно на АКБ. В комплекте есть несколько адаптеров, которые позволяют без проблем нагрузить и подключить как USB, mini-USB и даже USB Type-C, так и другие блоки питания. Есть переходник сразу для того, чтобы установить аккумуляторные батареи или батарейки различных типов размеров. Ну и конечно же есть просто провода с крокодилами. Сама плата, она поставляется в собранном виде. Вам нужно будет только отдельно докупить и установить на нее обычный компьютерный вентилятор. Ну тут, как говорится, на любой вкус и цвет. Комплект, ну я взял себе самый большой из доступных комплектов и предлагаю на него немножечко взглянуть. В комплекте идет блок питания, это внешний блок питания, необходимый для самой схемы. USB кабель для того, чтобы подключать плату к компьютеру. Термометр, внешний измерять напряжение аккумуляторной батареи. И два кабеля для подключения нестандартных аккумуляторных батареи. Но это не все. Главное, это вот такая плата. Надписи на китайском. Схема подключения нагрузки. И вот таким образом выглядит данный тестер батареи. Здесь несколько микросхем. Я чуть позже займусь анализом схемотехники. Как вы видите, на борту также есть USB. Есть Bluetooth адаптер. Опять-таки, позволяющий подключить или сотовый телефон или компьютер. И вот достаточно мощный, видим, транзистор. Который и, ну в общем-то, воплощает в себе всю нагрузку и такой вот элемент для рассеивания тепла. В комплекте поставляется вот такой достаточно объемный адаптер для подключения аккумуляторных батарей любых типоразмеров. Ну а если вот его окажется мало, то снизу есть клеммник для подключения нестандартного. Помимо всего этого, в пакетике есть у нас адаптер всевозможный для USB, чтобы можно было нагрузить USB-выходы. Тут и микро, и мини, и Type-C. Есть маленький-маленький пакетик с термопастой. Есть вот такой вот manual. С одной стороны он на китайском языке, с другой на английском. В этой инструкции есть ссылки на сайт, где можно загрузить два PDF-документа. APK-файл для того, чтобы установить программное обеспечение на свой смартфон. Ну, правда, если оно пойдет, потому что мы позже об этом еще посмотрим. И программное обеспечение, написанное на QT для установки на компьютер. И это действительно самое большое достоинство этого прибора, так как оно позволяет логи проведенных измерений сохранять на компьютере для последующего анализа уже любыми другими средствами, которыми, ну, что вам будет угодно, то и делайте. Для этого проекта у меня уже был заготовлен такой самый дешевый компьютерный вентилятор. Он трехпроводный. Я уже не знаю, куда более простая модель. И через переходное кольцо при помощи стандартных элементов крепления можно на оплату этот радиатор закрепить. Видно, что здесь, в общем-то, продумали конструкцию, потому что высота этого силового транзистора идеально подходит для работы с этим вентилятором. Надо, кстати, взять будет вот это вот на вооружение, что такие вентиляторы прекрасно можно установить на свои печатные платы. Как-то я вот раньше эту идею пропускал и о таком даже не думал. А правда, вот глядите, недорогие модели. Триста девяносто, четыреста пятьдесят рублей. То есть за эти деньги ты получаешь комплект крепления, в общем-то, адекватный вентилятор и еще и радиатор для своего... Сейчас, в принципе, такие деньги стоят только радиатор. Поэтому вполне можно к этому присмотреться. Это интересная идея. Как-то я вот раньше просто не находил вот такому применению. Вот первый пробный запуск. Здесь есть меню, в котором можно задать определенные параметры. Можно установить температуру, ну, точнее, коррекцию температуры, насколько у нас датчики брешут. Можно подправить, ну, там, выбрать язык, подправить мощность прибора, вот, на которой он будет ограничен. В том случае, если ваш радиатор не справляется с рассеиванием достаточно большого потока тепла. Ну, здесь, конечно, вопрос работы этого прибора на больших мощностях, конечно же, это, ну, открыто и это невозможно. С другой стороны, для меня это прекрасный инструмент по сбору статистики, поэтому давайте мы и посмотрим, как этот прибор подключается к персональному компьютеру. Так, я решил пойти сложным путем, и поэтому мы будем добавлять в Bluetooth-устройство на ноутбук, который работает под управлением Windows 7. Добавляем устройство. После этого устанавливается его драйвер, и вы видите, что оно определяется в системе, как два компорта. Скачиваем программу, запускаем. Это для меня такой же первый запуск, как и вы видите. Ну, вот, да, явно на QT написано, не масштабируется окошко, или я его, может быть, масштабирую, не умею, хотя стрелочка есть. И сейчас будем пытаться подключать, какой же компорт у нас заработает, и начнут отображаться данные, потому что к прибору сейчас батарейка подключена. Так, не справляюсь с китайским, придется все-таки поиграться немножко с английским языком. Ага, это режим работы, это вот параметры, они у меня действительно не отображаются. Значит, я так понимаю, что подключение к прибору все-таки не произошло. Попробуем другой порт. О, что-то изменилось, и вот можно видеть, что появились какие-то графики. Я еще тяжело, конечно, ориентируюсь и понимаю, что здесь и почем. Вот здесь настройки, то есть можно выбрать режим работы, это удержание напряжения. Ага, вот, теперь можно изменять значения, то есть я так понимаю, что они передаются в прибор и устанавливаются на свои какие-то новые пределы. То есть здесь есть температура, есть напряжение, есть ток, который, собственно, мы установили. Ну вот все основные параметры, измеряемые этим прибором. Ага, вот он и запустился в работу, то есть теперь он начал разряжать установленную батарейку в него. Ну что ж, это уже здорово. Программка функционирует. Да, конечно, есть к ней вопросы. Возможно, что не всем придется вот по вкусу такой внешний вид. Хотя я так понимаю, что протокол вряд ли представляет из себя какую-то большую проблему. Я так думаю, что это можно будет. Ну и как вполне, как домашнее портативное устройство, да почему, собственно, и нет. Тут есть очень хорошая новость. В процессе работы программа на QT ведет лог. Точнее, она складывает все получающиеся от прибора, от измерителя данные в папку Data. И там, как вы видите, CSV-файлы, которые можно открывать, ну, в данном случае и аналогом Microsoft Office, а вот LibreOffice, сейчас мы и откроем. Да, CSV-файл. Я даже не буду тут стараться и пытаться посмотреть, что тут у нас за формат. Нажимаем Open. И давайте поглядим. Ну вот, мне очень нравится. Все основные значения мы здесь видим и можем уже анализировать, собственно, как нам удобно. То есть, можно с этими цифрами делать все, что хотите. Так, а вот с приложением для Android. Это приложение называется e-test. Вот оно в самом верху. Сейчас мы его установим. И, ну вот, спойлер, тут случится катастрофа. То есть, приложение действительно скачивается, устанавливается. Все отзывы, если посмотреть, они там отрицательные. У кого-то что-то не работает. Китайцы говорят, что надо открыть там позиционирование, еще что-то. Ну окей. Ну вот, все на этом и завершилось. То есть, воспользоваться приложением для Android, к сожалению, мне не удалось. Тут я не буду скрывать свои радости от покупки. Потому что приборчик займет достойное место у меня, вот, по крайней мере, в домашней лаборатории для проверки аккумуляторов, батареечек и прочего для интернета вещей. Потому что предсказать, сколько и как будет держаться твоя батарейка, ну вопрос еще тот. Проще это, конечно же, тестировать, проверять и испытывать. Ну вот, для этого данный прибор вполне подходит. Спасибо вам огромнейшее за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Ну и всего самого доброго вам. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok